привет еще раз кто кто был в предыдущей трансляции всем привет 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 да предыдущую трансляцию можете пересмотреть кому интересно а сейчас у нас тоже тема не пока у меня софика занята как раз таки мультиками пообщаемся на эту тему скажу там свое мнение интересно узнать что что вы думаете на этот счет какие мультики вы показываете показываете ли вообще так еще ждем пока так моей дочке сразу поделюсь так сразу поделюсь значит у меня есть дочь кто не знает ей один год и 10 месяцев будет 12 12 числа один год и 10 месяцев вот по поводу мультиков но уже все собрались я думаю можно начинать общаться значит у вас я читаю тут пишу маша медведи свинка пеппа значит что еще советские так по поводу мультиков вообще что я думаю у нас нету такого что вот мы садимся и целенаправленно смотрим мультфильмы у нас в основном если работает телевизор то это какие-то либо документальное что-то там animal play над вот что-нибудь такое ей в принципе нравится то есть она так краем уха что-то уловит там посмотрит на лисичку на волчонка там еще на кого-нибудь вот это может быть еще канал пятница орел решка передачи про путешествие тоже ну так как я это иногда поглядываю то есть ну тоже у меня нет такого что я сажусь за телевизор диван и смотрю телевизор ну просто на это нету времени а вот фоном может что-то играть кроме того софика уже софика хорошо разговаривает да она уже хорошо разговаривает достаточно кроме того естественно айпады и телефоны я думаю что у всех сейчас это есть до планшеты телефоны и дети естественно просят выхватывают там и так далее на планшете софика у нас смотрит развивающие в основном программы это есть такая читалка дома на я кстати рассказывала про продумано глен доман вообще изначально он создавал специальный метод обучения для детей с отклонениями то есть но с какими-то травмами головы там мозга так далее вот и впоследствии уже он создал и для обычных детей здоровых такие вот темы как вот читалка дома на есть да что обучает словам и буквам то есть ребенок очень хорошо запоминает такие вещи кроме того в английском языке тоже это есть это есть и на русском и на английском вот эти штуки хорошо работают эти штуки хорошо работают вообще проверено то есть софика потом повторяет все эти слова пытается их произносить и употреблять в нужный момент то есть увидит например и говорит об этом вот а по поводу мультиков я на самом деле не против любых мультиков я тут недавно такую интересную фразу услышала кто-то мне ссылку скинул по моему по павла волю же все знают да и он сказал на передаче 1 очень интересную вещь для того чтобы ваши дети не были похожи на барта симпсона тут не мультики надо запрещать а не надо быть гомером симпсона вот то есть очень на самом деле мудрая фраза что важно не то что смотрит ваш ребенок потому что это такого влияния на ребенка не оказывает как та среда в которую он живет в которой он воспитывается потому что ну и как еще одна правильная фраза существует до воспитывайте не своих детей а себя вот поэтому у ребенок в любом случае будет брать пример с тех людей в среде которых он обитает и растет то есть будь то вы там бабушки дедушки в тех местах которых он часто бывает это школы институтом в дальнейшем да оттуда он и черпает свои знания черпает манеры стиле поведения это еще почему я за то чтобы ребенок почаще бывал в других компаниях то есть я очень люблю когда она бывает с бабушкой и дедушкой без меня то есть без меня и своего отца вот потому что она с ними по-своему общается они они с ней по-своему общаются и у них уже другой опыт общения совершенно она вот не только наш сценарий до берет семьи а также видит и как вот другие живут люди там чем они дышат чем они живут бабушки не сисюкаются в каком плане сисюкается до социализация нужна это определенно то есть ребенок не должен быть постоянно под маминой юбкой вот в садик обязательно мы пойдем я только за я жду место жду место садик с ребенком что с ребенком а ути пути нет у нас слава богу адекватная на так бабушка нет моя бабушка мы сочи моя мама вообще с софикой ни разу не сидела вообще ни разу вот это отдельная тема мы с я сама со своей мама очень редко вижу вот поэтому софика в основном общается с мамой моего мужа вот и она что мама мужа что отец они замечательные люди очень адекватные умные и там мама вообще она преподаватель русской литературы и в принципе то они мне очень нравится их позиция да и как они в принципе своих детей воспитали в том числе моего мужа вот поэтому я как бы только за не сисюкаются они очень адекватные люди поэтому я только за общение вот а бывают да ну как не сисюкаются конечно чуть-чуть естественно бывает бабушки сами понимаете они же ну немножко где-то балуют может быть но это ничего страшного это должно быть главное что у вас отношения с детьми другие так софика по поводу памперсов и горшков нет ходит она в памперсах ну конечно я снимаю и иногда она ходит и без них вот но на горшок регулярно мы не ходим то есть это сопровождается как правило плачем чаще ну может и не плачем иногда мы как я как-то пытаюсь ее спокойно посадить но она очень долго сидит и ничего не делает вот но я считаю что в этом нет ничего страшного потому что я не знаю ни одного человека который не научился ходить в туалет таких людей нету все рано или поздно научиться можно ли доверять своего ребенка родственникам так можно и сам мне кажется очень важно чтобы вы если вы уж решили доверить своего ребенка родственникам то доверять надо по полной до конца а не так чтобы там звонить через каждый час ну что нормально нормально вы просто этим понимаете не только обижаете людей родственников но еще и вносите вот это вот не нервную обстановку ну вообще не не доверия она очень сильно людей обижает так вот собственно говоря свое мнение высказала по поводу мультиков увидела что тут многие согласны в садах еда без соли а с сахаром ли где-то но а куда вот деваться от этого запретить ребенку есть ничего страшного детям еще можно хоть немного сахара вообще ребенок питается чаще всего так как он привык дома то есть привычки вырабатываются все равно домашней среде вот привычки питания поэтому если софийка привыкла дома питаться без сахара там и всяких гадостей не есть шоколад она так и будет я сладкая да не ем совсем можно сказать то есть но в исключительные какие-то дни бывают такие чуть-чуть милы до в саду выбирать еду не приходится никто там вам этого не даст сделать мед я тоже не ем у меня мед это тоже сладкая муж перископе добывает кофе пью бананы иногда ем но редко тоже тоже очень сладкий фрукт конфеты в садах ну не знаю насчет конфет садах но сахар там добавляют в каши и так далее со скольки лет детям читать сказки я думаю что детям вообще читать с рождения надо как как я собственно говоря и делала точно никогда не не угадаешь что именно повлияло на твоего ребенка да ну то что он быстро начал учиться там слова учить повторять разговаривать но все возможное для этого надо сделать высыпание на лице до зависит от того что есть напрямую можно полностью избавиться от высыпания на лице если наладить свое питание сделать его правильно чего мы начинали читать но все все детские сказки которые есть но кроме детских я читала еще и взрослые книжки то есть я понимал конечно что на их не не поймет да ну не понимает но тем не менее она слушает питает это все и гормоны на лицо могут повлиять до сбой это определенно вообще всегда видно когда с ребенком занимаются когда нет это очень заметно и и воспитание и так далее и поведение ребенка в общественных местах и его манера и разговора поведение на английском мультики показываем обязательно тоже и книжки на английском даже читаем буковки мы начали учить она уже да некоторые помните цифры и буковки но пока все разрозненно не упорядочено достаточно прививки я не делала софийки ни одной прививки не делали у меня тоже нет прививок а читать мы начали с какого с ее рождения начала читать вообще прививок никаких нет ни у нее ни у меня но у меня такое мнение что вот так вот думаю каждый сам выбирает я не верю в эти прививки в каждой прививке есть доля того заболевания от которого эту прививку ставят поэтому я против я за собственный иммунитет у моей мамы тоже нет прививок мама значит у меня двое братьев то есть у нас многодетная семья и выросла в многодетной семье у меня два старших брата и у них тоже нет прививок и у меня нету прививок и у софики не будет прививок споры до споры но каждый сам выбирает делать ему или нет если софийка вырастет и захочет сделать ради бога то ее будет право в школе мне не делали никаких прививок прививки ослабляют иммунитет правильно да не знаю совпадение ли но мы болеем очень редко с братьями моими софика тоже не похоже на совпадение так вот по поводу того что ребенок ребенка не впечатляет чтение и он убегает вы не переживайте это все дети это нормально как быть ничего читайте привыкнет ребенок потом не ждите от ребенка полной концентрации в таком возрасте у всех детей то есть она поможет послушать секунду эту сказку потом пихнуть вам другую книжку попросить третью там но это все постепенно наладится тут и нервная система ребенка и так далее концентрация в нем внимание ребенка мотивирует но обязательно да нужно ребенка мотивировать конечно создавать интересные ситуации играть с ним так по поводу крестин тут спрашивают меня почему такой вопрос ну вот вот скажем так я верующая я православная и крещенная и поэтому решила свою дочь тоже крестить вот по поводу религии не очень люблю разговаривать потому что очень много споров всегда возникает на эту тему поэтому наверное не буду об этом говорить так подробно хотя может и посвятим этому какую-нибудь трансляцию расскажу свое мнение может кому-то будет интересно пообщаться а не захочет значит не захочет верить это ее право я тоже считаю что ничего страшного но мой долг как родителя передать ей свою веру а дальше ей выбирать тем не менее она родилась у меня в моей семье и у нас вот такие вот правила если этого не прививать своим детям то какие же у них будут тогда ценности отказаться сможет любой момент нет это сон абсолютно осознанное не потому что кто-то делать не чтобы фотки сделать конечно же это осознанное было действие то что я крестила ребенка цены могут быть и без веры не согласно ценности вообще все все ценности да все каноны скажем так и как это правильно сказать ну скажем так философия жизни она вся взята из религии то есть там заповеди все и так далее это все из религии взят поэтому вот кто-то говорит а я не верую но типа у меня ценности а где вы эти ценности взяли они же все из-за религии и религии по сути одинаковые да устой да грубо говоря оттуда мультики я специально никакие не показывала поэтому софика у меня мультики вот ну редко редко она смотрит их и у нее кстати особо нету пристрастия к мультикам у нас больше книгам пристрастия вот книги она гораздо больше любит просит почитать постоянно вот особенно если в книгах есть какие-то какие-то интересные задания мы их выполняем и она прям вот любит очень этот процесс весь так ладно ребятишки у меня там софика как раз таки засмотрелась по моему каких-то штук но я слышу что это не мультик это какая-то познавательная передача она учит по моему язык что уже хорошо и что хорошо она очень долго не подходит она так увлечена этим процессом пойду послежу за ней ну все всем пока спасибо что смотрели